приветствую вас друзья с вами варчик традиционное видео в котором я вам расскажу что нас ждет в ноябре в игре мир танков со 2 по 26 ноября нас ждет режим маневры теневой фронт формат боев 7 на 7 на любой технике 10 уровня это событие в укреп районе и отличная возможность для клановых игроков продемонстрировать свое мастерство также еще одно из главных отличий данного мероприятия кланового от прошлых ивентов это в том что клан выбирает свой prime time и в него и играет но я так в маневры еще до сих пор ни разу не поиграл поэтому как она там играется рассказать вам не могу также за личные очки славы в магазине этого события можно выбрать много наград там есть прим танки 7 уровня 8 9 акционные танки также акционные танки 10 уровня куча кастомизации боны боновое оборудование и остальная мелочь один из главных танков которые можно там выбрать всего их 9 это готик варьер это копия вы за 55 но только в стиле его еще и переделали там барабан с дозарядкой теперь они обычный теперь немножко расскажу за награды там на седьмом уровне можно получить из 2 и king tiger оба дитанчики обычные звезд неба не хватает сложно сказать что какой-то из них прям супер нужно брать но если вам нужна пушка поточнее то лучше king tiger на восьмом уровне там есть йог и кировец один йог мне вообще не нравится на мой взгляд это просто ужас они танк кировец один тоже не самый лучший но я бы наверное лучше кировцы взял но если он у вас есть ну понятно дело выбор не сильно большой на девятом уровне объект 283 или вы за 120 gfd очевидно что стоит взять в за 120 gfd поскольку это прям танк объект 283 это просто акционный танк причем не самый лучший танк честно говоря такой себе там конечно присутствует броня но отсутствует все остальное но если он акционный зачем он нужен сложно сказать просто чтобы был на десятом уровне следующий танчики готик варьер 116 f3 в 215 by 183 на мой взгляд здесь очевидно что нужно брать готик варьер новый прикольный танк с барабаном поскольку 116 f3 тоже далеко не новый танк и не самый приятный не самый лучший в 215 by 183 уже давным-давно можно было взять на аукционах много раз конечно по-любому есть люди которые до сих пор его хотят но если вы очень сильно его хотите то кто вам запрещает его взять это явно будет лучше чем 116 f3 но на мой взгляд лучше бы вообще не было такой награды как в с 215 by 183 зачем очередной раз раздавать бабаху людям она несколько раз была на аукционах и каждый раз ее расхватывали просто как горячие пирожки этот танк очень сильно пользуется спросом и очередное повышение количество бабах в рандоме на десятом уровне я не одобряю там и так играть душно лучше бы вместо этого танка что-нибудь другое засунули это событие стартует со 2 ноября также еще обновился табель календарь ноября когда заходите в игру в лаунчере сделали удобную кнопку по которой можно перейти в табель календарь и нажать кнопочку чтобы активировать награду дня не забывайте это делать занимает мало времени и что там потихоньку фармите и пусть будет там есть прикольные награды в виде золота бонов там дней према и так далее но в этот раз награды некоторые убрали а вместо них добавили декольки приуроченные событию царства теней эти декольки еще и продать нельзя честно говоря это очередные декольки которые у меня лично будет валяться на складе такие декали которые там валяются тоннами очень много и это будет очередные жаль что можно продавать декольки только какие-то там историчные которых не так уж много вот эти всякие кучерявые декольки продать нельзя так они валяются мертвым грузом на складе с третьего ноября листа запустит акцию ко дню народного единства в рамках которой будет выгодно поиграть побольше поскольку будет компенсироваться 30 процентов кредитов потраченных на снаряжение и инструкции также еще будет розыгрыш т-54 первый образец но этот танчик чисто для коллекции либо чтобы дыру в ангаре заткнуть и больше этот танк никогда в жизни не получать либо по трейдин поскольку играть на этом танке ну такое себе также 11 11 черная пятница но пока никаких анонсов нет но вроде как что-то будет поскольку черные танчики нарисовали явно не по приколу 10 ноября нас ждет бесплатный пакет с резервом на свободный опыт и опыт экипажа в прямом магазине также в первой половине ноября нас ждет первый общий тест патч 123 это новогодний патч будет пока что про него никаких новостей нет но скоро он где-то тут на местности должен появиться 17 по 26 ноября линия фронта 3 запуск только на седьмом уровне будет интересно зайти посмотреть во что оно превратится в комментариях как обычно можете жаловаться на понижение фарма серебра в линии фронта 30 ноября закончится заслуженная награда прошлогодняя я так понимаю начнется заслуженная награда 2023 года в принципе это все новости которые я вам хотел рассказать в данном видео по мере выхода новых событий буду выпускать еще видео новостные про события различные и так далее поэтому подписывайтесь ставьте лайки а с вами был арчи карате красиво всем удачного дня и пока а